Такие какие-то немножко расслабляющие аплодисменты. Скажите, а все позавтракали? Поаплодируйте, кто позавтракал. А теперь поаплодируйте, кто хорошо позавтракал. Отлично. Я вижу, сидят два человека, которые вообще не ели, видимо, со вчерашнего дня. Вы не завтракали ничего, никаких аплодисментов. Суровые джентльмены. Отлично. Итак, друзья, меня зовут Фёдор Баландин. К нам тут будут присоединяться гости. Проходите. Располагайте, вы так встали, вам будет очень неудобно. И сегодня тема нашей встречи, ближайший час, то, чем мы будем заниматься, что будем обсуждать. Называется это всё «Играть или не играть? Актерские техники для работы в кадре, для презентации и для жизни». Барышни, располагайтесь. Здрасте. Проходите, там много есть мест, мне кажется. А, нет уже мест, но есть подушки. Это, на самом деле, такой важный элемент. Я всегда говорю на тренингах, на мастер-классах, что если кто-то опаздывает, вы лучше помогите людям сесть. Потому что иначе люди заходят, все смотрят, а почему они опоздали, а куда они сядут, а знают ли они, где лежат подушки, и внимание на несколько минут от вас вообще уходит. И всё, что вы говорите, это абсолютно бесполезно. Всё. Сели? Отлично. И мы можем продолжать. Итак, очень часто возникает такая проблема, когда ты выходишь в кадр, или ты выходишь выступать перед людьми, или ты выступаешь на совещании, на презентации, и ты думаешь, боже мой, куда девать руки, куда смотреть? А как сделать так, чтобы голос не был монотонным? И сталкивались с таким? Да. И все сразу вспомнили, и сразу такая грусть. Да, да, было такое. Да, это бывает, и пытаешься понять, а как же сделать так, чтобы всё это было как-то искромётно, ярко, живо? Причём многие начитаются там какого-нибудь Алана Пиза. Поаплодируйте. Кто Алана Пиза читал? Ага, вот, отлично. Это язык телодвижений. И это, на самом деле, книжка очень полезная, но она катастрофичная. Потому что все из этой книжки запоминают только одно, что есть поза закрытая и открытая. И больше ни о чём не думают. Поэтому люди думают, а как же мне выступать, куда смотреть, и ещё главное, как стоять так, чтобы всегда быть открытым. Так вот, поверьте, открытым быть всегда совсем не обязательно, и мы с этим тоже сегодня разберёмся. Ну и поступим следующим образом. Сначала я расскажу всё, что знаю, плюс ещё мы всё-таки какие-то инструменты попробуем, и самое главное, потом вы сможете задать вопросы либо здесь, в зале, либо мы сможем удалиться вот здесь из кафетерии, медиатека, где мы сможем попить кофе, пообщаться, и, может быть, какие-то вопросы решить, и что-то разъяснить, что вы ещё не поняли. Отлично. Вот сейчас с кофе сядет, а то я волнуюсь, что он разольёт что-нибудь. Всё, есть, отлично. Простите, один вопрос. Не очень громко, хорошо по звуку? Громко? А вот сейчас нормально? Сделали потише, мне кажется. Ну, это была такая задумка. Мы решили сначала немножко прессануть так звуком, а потом уже все пусть расслабляются. Так, девушка, проходите. Проходите здесь, ничего страшного. Может, вам подушку дать сразу? Да, давайте. Две. Всё, супер, даже две. Вот это я понимаю. Итак, друзья, давайте мы начнём. Скажите, кто когда-либо мечтал или мечтает до сих пор быть актёром, телеведущим, рок-звездой, выходить к людям? Поаплодируйте. А поаплодируйте тех, кто считает, что у телеведущего, у актёра, у рок-звезды самое важное качество – это харизма и обаяние. Отлично. А кто считает, кому приходилось выступать в школе, на совещаниях, на презентациях? Поднимите руку. Ага, вообще-то было «поднимите руку». Поэтому, друзья, одно из важнейших качеств телеведущего и актёра – это внимание, а вовсе не харизма. Хотя харизма тоже. Но давайте мы уже перейдём к актёрским техникам. Самый страшный вопрос, когда ты приходишь, самая страшная фраза – вот ты приходишь на телевидение работать, ты приходишь в театр работать, ты приходишь учиться актёрскому мастерству, и есть одна фраза, которая просто невероятно бесит. Ты её слышишь каждый день, в день, по несколько раз. Как вам кажется, что это за фраза? Вам нужен опыт. Вам нужен опыт? Нет, но это если устраиваться на работу. Да, это, предположим, это, да. Кто-то ещё сказал? Будь собой. Будь собой. Это вы сказали. Да, я вас слушал по-разному. Сейчас, вы где? Вот, вижу, вижу. Будь собой. Это фраза, которая бесит невероятно. Ты выходишь на сцену, перед тобой тысячи человек тебе говорят, будь собой. Ты встаёшь в кадр, перед тобой камера, ты общаешься с людьми, которых ты не видишь, ты видишь только камеру, а тебе говорят, будь собой. Вот, представляете, когда я работал в РАМТе, в Российском академическом молодёжном театре, я играл, например, там роль Париса. Кто не знает, это персонаж, который… Так, девушки, располагайтесь. Ой, как вас много сразу. На Париса пришли, да. Парис – это тот, кто сватался к Джульетте, но Джульетта полюбила другого, полюбила Ромео, и вы знаете, чем там всё закончилось. Ой, а как сразу много-то располагайтесь. Здесь много… Вот здесь ещё есть место, вот в центре есть место. Дашу посадите. Проходите. Так, всё, есть, подушки есть, отлично, все сели. Итак, и когда репетировали, когда мы репетировали… Сейчас, проходите, да-да-да. Всё, сейчас это место займут, и я думаю, мы уже останавливаться не будем. И вот когда мы репетировали Ромео и Джульетта, я репетировал Париса. И мне режиссёр говорит, вот это, да, вот из серии «Будь собой». Он говорит, послушай, ну вот представь, ты посватывался к девушке, представляешь? Я говорю, да, представляю. А представь теперь, что у вас уже всё на мази, уже свадьба вот-вот. Я говорю, ну да, нормально, представил. А теперь представь, что она умерла. Думаю, ну ладно, как-то… А теперь представь, что ты пришёл к ней в склеп, и она здесь лежит. Ну уже, знаете, как-то не по себе становится такое представлять. А потом он говорит, а теперь представь, что рядом с ней твой злейший враг, и вы с ним начинаете драться. Ну, вообще страшно такое себе представить. Он говорит, и в этом случае будь собой. Да не приведи, Господи, быть собой. Слава Богу, когда я играл, например, Незнайку, ой, наоборот, Знайку в спектакле Незнайка, от меня не требовали быть собой. Потому что странно быть собой, когда на тебе огромные очки, огромные ботинки и плюс еще вокруг тебя цветы, которые там выше тебя раза в четыре. К счастью, никто этого не говорил. Но, когда я пришел на телевидение, опять началось, будь собой. И вот как быть собой, как вот, например, здесь это кадры из программы Москва в деталях. И как быть собой, когда у тебя абсолютно пустая студия и все, что вы видите, вот здесь вот что-то летает, вот здесь стоит, это все потом подрисовано. И вот будь собой, когда ты не видишь, а что вокруг тебя. И вот приходится уже фантазировать и телом как-то отыгрывать, чтобы у аудитории возникало ощущение, что ты в кадре живешь и что вот это все вокруг тебя находится. Ну и, конечно, когда ты оказываешься в новостях, тогда тоже говорят, ну будь собой, чтобы жесты были живые, потому что тебе должны доверять, должна быть какая-то жизнь и так далее, и так далее. Я, честно скажу, долго думал, а как же это быть собой? И когда ты начинаешь задумываться о том, каково это быть собой, то тебе становится очень плохо. Потому что ты думаешь, а как я вот в этой ситуации поступлю, а как в этой? И начинается путаница. И вот, к счастью, в актерском мастерстве, в актерских техниках я нашел некоторые инструменты и фокусы, которые мне потом помогли быть, как мне кажется, в кадре живым и выступать перед людьми, и жестикулировать, и осваивать пространство, и работать с голосом. И сегодня мы как раз и займемся некоторыми актерскими техниками. Так, проходите, проходите, пока у меня пауза, я перехожу с одного слайда на другой, у вас есть возможность пройти. А то вы так будете стоять, вот присаживайтесь, располагайте прямо на лестнице можете. Да, там чистенько. Я видел, там убирались. Хорошо, поехали дальше. Итак, ой, все подходит и подходит. Как это приятно, как это приятно. А куда же вас посадить-то? Видимо, вам туда придется идти. И... Шестой ряд. Как им туда пройти? С другой стороны пойдут. Ну, отлично. И вот наступает момент, когда я понял, что важны актерские техники, актерские фокусы. И когда я говорю кому-то, слушайте, давайте попробуем актерские техники. Все думают, боже мой, какой кошмар, какой ужас. Мне же никогда не надо, мне же не надо выходить на сцену, мне надо выступать там на совещаниях, на презентациях. И я понимаю, откуда эта боязнь. Потому что у многих очень такое превратное понимание актерского мастерства. Многим кажется, что у актера главная черта, главное качество это эмоции. И кажется, что если артист умеет передавать эмоции, хлестать эмоции, изрыгать эмоции, то все значит хорошо. Это прекрасный артист. Но это не так. Когда артист, то что называется, эмоционирует, это иногда приводит, посмотрите к чему. КОНЕЦ Продолжение следует... Слава Богу, конец фильма, а то это могло продолжаться еще долго. Так вот, когда актер эмоционирует, мы смотрим, как же он играет, какой эмоциональный, но нас это не трогает. А иногда бывает, что актер вроде ничего не делает, а мы в зале сидим, плачем, смеемся и как-то ему сопереживаем. И вот сегодня мы как раз разберем те техники, которые помогут именно вашей аудитории включаться эмоционально, сопереживать. А вы при этом можете быть совсем актерски неодаренным, вы можете быть интровертом, не готовы к актерскому мастерству. Это те технологии, те инструменты, которые помогут вам уже сегодня вечером быть более эмоциональными в общении. Итак, давайте мы сразу попробуем, попробуем один такой, попробуем одно небольшое упражнение, один небольшой, несложный инструмент. Так, и мне нужен один помощник, кто бы? Прекрасно. Давай, Люд. Люд, давай, прозвучал отлично. Вы с фан-клубом. Анюта. Прекрасное имя. У меня все сестры Анюты, поэтому это такое... Всяк, сейчас я вам микрофон еще дам. Аня, скажите, вы хотите работать на телевидении как-то... Конечно. Отлично. Какую программу вы хотите вести? В микрофон давайте. В КВН. Ну, я вот в КВН играю. Все работает, все работает. Один-един. Да, я вот в КВН играю, поэтому я вот... В КВН играете. Хорошо, давайте тогда мы сейчас не про КВН, там чуть сложнее история. Мы сейчас попробуем такую штуку. Вот представьте, что вы ведете мастер-класс, который посвящен актерским техникам. И чтобы немного проанонсировать, о чем пойдет речь, скажите такую вот несложную фразу. Скажите, например, там, здравствуйте, меня зовут Анна. Вчера мы ничего не знали об актерских техниках, сегодня мы их узнали, а завтра будем использовать. Сможем? Давайте Анне поможем аплодисментами. Стойте микрофон поближе, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна. Вчера мы ничего не знали об актерских техниках, сегодня узнали, а завтра будем их использовать. Отлично! Ваши аплодисменты, блистательное выступление. А теперь смотрите, какая штука. Если мы будем оценивать это, ну, как выступление такое, да, то мы сразу заметим, наверное, Аня как-то не очень уверенно себя чувствует, да, и мы заметим, что у нее немножко голос пережат. Слушайте, вы так молчите, кто-то заметил это? Да, да, хорошо. Вот, это нормально, Аня, это абсолютно нормально. И жесты были такие немножко скованные. Да? Да. Да. Конечно. Лучшая подруга. Лучшая подруга. Итак, давайте мы сделаем сначала такое одно очень простое упражнение. Потому что когда мы выходим и оказываемся в какой-то стрессовой ситуации, нам очень важно себя сразу сбалансировать. Когда мы начинаем переживать, нервничать, вся наша энергия, она взлетает наверх, у нас пережимается голос, и у нас еще иногда взлетают брови. Вот у вас, к счастью, этого не было, но если вы посмотрите на начинающих телеведущих, вы увидите, они все разговаривают вот так. Привет, друзья, как дела? Ты слушаешь, боже мой, ну ты же так в жизни не разговариваешь. Что происходит? Она находится в стрессовой ситуации, и у нее все взлетает. Нам необходимо, вот представьте, что сейчас вы вот отсюда говорили, да, а теперь представьте, что вот этот центр, который у вас здесь оказался, вы медленно опускаете вниз, в своем воображении так рисуем, вниз, 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 и где-то 3-4 пальца ниже пупка. Вот там остановитесь. Это где у вас? Слушайте, вот кто сказал солнечное сплетение? 3-4 пальца ниже пупка? Солнечное сплетение? Хорошо, отдельно обсудим. Так, хорошо, ну где-то чуть пониже, наверное, да? Вот, вот здесь. А теперь смотрите, давайте сделайте такую штуку, просто вот поздоровайтесь с нами, и повторите ту же самую фразу, что вчера мы ничего не знали, сегодня узнаем, и завтра будем использовать. Но, говорите это, пожалуйста, вот отсюда, и вот так веер. Сможем? Давайте. Вспомню предыдущую лекцию плечики. Это Вера Ивановна, видимо, разом. Да, 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 да. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я снова забыл отец. И достаточно, разницу в голосе мы заметили. Отлично. А теперь давайте сделаем так, чтобы все-таки у нас жесты были уверенными. Вот мы знаем, что есть там открытые, позы закрытые. Я предлагаю от этого вообще отказываться, потому что это нас запутает окончательно. Давайте подойдем к жестам немножко с другой стороны. Как раз вот ответ на вопрос, на свои проблемы с жестикуляцией я нашел, опять же, в актерском мастерстве. Там есть прекрасная совершенно история, называется метод физических действий у Станиславского. А Мейерхольд разработал биомеханику. И они предлагают, что они говорят, ребят, надо все время, надо продумывать движения, которые вы делаете. Это можно фиксировать. И самое главное, что вы все время должны какие-то действия физические производить. У нас очень часто бывает, когда мы выступаем, у нас возникают так называемые жесты-адаптеры. То есть мы нервничаем, и мы пытаемся как-то адаптироваться к ситуации. Мы что-то чешемся, либо наоборот, замираем. Либо начинаются какие-то непонятные, неуместные жесты. Так вот, для того, чтобы нам от них избавиться, мы же не можем просто взять жест-адаптер и выбросить. Место пустое будет, надо его чем-то заполнить. Чем, как вам кажется? Об этом чуть позже. Смотрите, мы можем заменить жест-адаптер на жест-иллюстратор. Это очень важный момент, потому что, когда мы выходим выступать, очень часто мы запоминаем текст и начинаем говорить заученный текст. Но это не работает. Потому что наша задача, про что бы мы ни рассказывали, как и в жизни, делиться опытом, эмоциями и, самое главное, передавать картинки. То, что мы делаем всегда в жизни. Мы, когда рассказываем о том, как мы прекрасно отдохнули в прошлом году, мы не текст вспоминаем, а мы вспоминаем картинки. Какое было море, где мы ходили там и так далее. И то же самое мы можем делать, когда мы выступаем с таким, ну, казалось бы, абстрактным текстом, как вот инструменты актерские. Вчера не знали, сегодня узнали, завтра там будем использовать. Давайте представим, что вы, Ань, находитесь в таком временном потоке. Да, где у вас будет вчера, где будет прошлое? Там, отлично. А где будет... Проходите. Спасибо большое. Я не смею вас всех содержать. Благодарю вас. Я думал, вы на выход. Вы так обманулись. Это вы, конечно, было впечатляюще. Отлично. Значит, прошлое где-то там. А где настоящее? Покажите. Настоящее, Аня, подсказывает. Ага, да, здесь. Ага. Настоящее здесь. Отлично. А будущее где? Ну, там. А теперь давайте сделаем такую штуку. Вы сейчас еще раз скажете, добрый день, друзья, меня зовут Аня, но только дальше будете работать жестами. Скажете, вчера мы не знали об инструментах, сегодня узнали, завтра мы там будем их использовать. Прошу. Да, 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 Ань, и не забывайте, веером, веером. Да, да, я об этом и подумала все. Здравствуйте, меня зовут Анна. Вчера мы с вами не знали об актерской технике, сегодня мы о ней узнали, и завтра будем ее использовать. А теперь смотрите, какая штука, все-таки вы немножко съехали, потому что вы замечательно сказали вчера, это все заметили, прекрасно сказали сегодня. А где у вас будущее? Вот понимаете, было бы где-то там, было бы хорошо, а у вас оказалось где-то здесь. Ну и завтра мы все это, нет, мы четко себе, вот это важный момент, мы в своем воображении очень четко рисуем, а где это понятие находится. Давайте еще раз попробуем. Здравствуйте, меня зовут Анна. Вчера мы узнали об актерской технике, сегодня, нет, вчера мы не знали об актерской технике, сегодня мы ее узнали, а завтра мы будем ее использовать. Браво, браво, спасибо, можно микрофон проходить, Ань, проходите. И вы видите, как абсолютно такая простая, казалось бы, техника, да, она помогает выглядеть уже намного увереннее. Это все заметили? Да. Вот, конечно, конечно, но есть еще один такой важный элемент, кто мне поможет? Кто поможет? Кто готов помочь? Ну, кто-нибудь, Настя, ну, конечно, конечно. Давай прямой эфир, давай, 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 это подруга всех, да? Я вас запомнил, у меня для вас отдельное упражнение будет. Хорошо, Настя, теперь мы сделаем следующим образом, вот еще раз так возьму микрофон. Настя, я знаю, вы работаете в холдинге Москва-Медиа, но честно, какую программу на Москва-24 вы хотите вести? Из всех, которые были? Были, есть и, возможно, будут. Пусть говорит. Пусть, это что за, у нас была такая? Пусть на Вершинин вел вместе с этим самым господином Борей Бореловым. Пусть, а, где они в баре сидели. Да, в баре сидели. Отлично, да, да. Все, все, пусть говорит, конечно, конечно, и к ним еще Денис Елоховский присоединялся. Да, их было трое. Да, это занудок. Все верно, все верно. Пусть говорит. Отлично. Теперь, Настя, представьте, ну, кто к вам может? Вот, суть в том, что это программа, куда приходит какой-то известный человек, и дальше с ним идет общение. Кого бы вы пригласили? Можно на «ты»? Мы просто в жизни на «ты» общаемся, да? Настя, кого бы ты пригласил? Можно, сказал Игорь Иванович. Ургант, Иван Ургант, отлично. О чем бы ты его спросила? Ну, каких-то три... На камеру, на камеру, на камеру. Я бы его спросила, я бы с ним поговорила про его жизненный путь, как он дошел. Так, значит, жизненный путь, еще про что? Ну, так, сейчас набросаем какие-то основные темы. Про его актерское будущее, может быть? Актерское... Значит, жизненный путь, актерская жизнь, еще что и третье. И его отношения с Эрнстом, например. И... Ну, хорошо. Какая-то жесткая программа получится. Хорошо. Его отношения с Эрнстом. Три момента, да? Отлично. И теперь, Настя, я предлагаю сделать так. Значит, ты говоришь, здравствуйте, в эфире программа «Пусть говорит». Сегодня у нас в гостях Иван Ургант. И мы его расспросим о жизненном пути, об актерском мастерстве и о его отношениях с Эрнстом. Сможем? Веером. Ну, это... Конечно, веером. Конечно, я рад, что инструмент запомнила, да. Самое главное, это вот начало программы, да. И мы как бы вначале вводим зрителей в курс дела, что у нас будет дальше. Да? Сможем. Да, вперед. Так, а я в прямом эфире, правильно? Я разговариваю со зрителями. Для тебя, Настя, в записи. Согласна, что-нибудь вырезать надо будет. Добрый день. С вами программа, как обычно, пятничная программа «Пусть говорит». И сегодня у нас в гостях Иван Урган, с которым мы хотели бы поговорить о его актерской карьере, о его жизненном пути и, конечно же, о том, как он чувствует себя рядом с Эрнстом. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Мне кажется, новый формат какой-то случайно родился. Итак, смотрите. Вот то, о чем мы говорили, нам важно представлять у себя в голове, как это все может выглядеть. Вот прозвучало три таких абстрактных понятия. Жизненный путь, актерское мастерство и, может, просто отношения. Давай без этого. И отношения с руководством. И отношения с руководством. Отлично. Три понятия. Ну, кажется, такие абстрактные понятия. Как же их можно представить в своем воображении? Но дело в том, что их можно представить в пространстве как три отдельных объекта. И мы можем сказать, друзья, сегодня у нас в гостях Иван Ургант. Мы с ним обсудим его жизненный путь, расспросим об актерском мастерстве и об отношениях. И когда мы вот так раскладываем, у нас есть возможность начать жестикуляцию. Уверенную и такую очень энергетически насыщенную. Попробуем? Конечно. Так. Здравствуйте. С вами снова программа «Пусть говорит» на телеканале Москва 24. И сегодня у нас в гостях Иван Ургант, с которым мы поговорим про его жизненный путь, про его работу с руководством и про актерскую работу в будущем. Ну, видите, совсем другое дело. Когда у нас не просто жесты в одну сторону, а мы уже представляем и уже у зрителей рисуются картинки. Но есть такой важный элемент. Вот мы когда перечисляем темы, мы можем действительно вот так сделать. Мы можем там на пальцах отсчитать. Там есть варианты. Но ведь еще же есть приветствие. Еще же есть название программы. А что же нам делать в этот момент? Ну, так расскажите нам все. Спасибо, Настя. Спасибо. Я предлагаю нам теперь в паре вести всегда мастер-классы. Значит, мы можем сделать вот что. То, что мы сейчас обсуждали, это так называемые жесты иллюстраторы. То есть мы иллюстрируем наши мысли и переводим их из разряда текста в разряд картинок нашего опыта и картинки получает зритель. Когда мы говорим о том, что мы должны поздороваться, привлечь внимание и так далее, здесь уже у нас включаются жесты коммуникаторы. Когда мы либо обращаем на что-то внимание, либо мы привлекаем внимание людей. И, например, самое простое, что мы можем сделать, когда мы здороваемся, мы можем, кстати, тоже такой элемент сейчас поможет. Мы, во-первых, когда здороваемся, можем сделать небольшой шажок вперед. Сразу уже мы как бы включаемся в это. К Никсон. Это уже не пусть говорят. Это программы немножко другого рода. Мы можем сделать чуть-чуть подшаг и сказать там, здравствуйте, там в эфире программа такая-то, такая-то. И у нас вот первая тема, вторая, третья. Попробуем, когда здороваемся, мы сделаем вот какой-то жест. А когда вот вы сказали, когда надо говорить про программу, что мне в этот момент делать? Вот так же. Это уже дальше. То есть мы здороваемся, привлекаем внимание, говорим, что здесь, сейчас вы смотрите программу. Да, и дальше вот третьих отрабатываем. Хорошо. Здравствуйте. Жесть. Да, конечно. Мы как бы привлекаем внимание, обращаемся к людям. Немножко такого актерства. Здравствуйте. Меня зовут Настя. И сегодня вы смотрите программу «Пусть говорит» на телеканале «Москва-24». К нам в гости пришел Иван Урган. Ага, все, спасибо. Достаточно. Смотрите, мы когда делаем такой жест открытый, он иногда бывает неуместен. Потому что мы выходим, и когда мы открываем ладонь к людям, мы становимся более открытыми. И у Насти сейчас программа такая добрая, милая, поэтому понятно, она выходит и говорит «Здравствуйте, эта программа такая-то, такая-то». А теперь, Настя, можно вот руку вперед? Вот. А теперь, Настя, попробуем сказать «Добрый день» или там «Здравствуйте, в эфире программа пусть говорят», но только опустим ладонь вниз. И вот так сделаем к людям. Здравствуйте. Попробуем? Это уже какой-то первый канал Малахова, да, получается? Здравствуйте. Почему вы называете фамилии конкурирующих этих людей из конкурирующих организаций? Они нам не конкурят. Это правда. Это правда. Итак, попробуем? Да. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия и в эфире программа «Пусть говорит» с Анастасией в роли ведущей. Так. И дальше три ваза. И когда сегодня придет Иван Урган, с которым мы поговорим про его жизненный путь, работу с руководством и его актерские дарования. Спасибо, Настя. Браво. Браво. Можно я микрофон? Отлично. И смотрите какая штука. Это такой очень любопытный момент, потому что когда мы начинаем программу и думаем, все должно быть позитивно, да. У нас позитивная программа называется «Пусть говорит». И я выхожу к камере и говорю, друзья, здравствуйте, эта программа «Пусть говорит». Но если у меня задача быть, может быть, там, более агрессивным ведущим, особенно это когда ток-шоу, когда какая-то сложная тема, и все должны быть на таком нерве, то я уже ладонь поворачиваю вниз и говорю, здравствуйте, друзья, эта программа «Пусть говорит». И ощущение уже совсем другое, потому что ладонью вниз я как бы уже зрителей немного придавливаю. Почему я говорю про ток-шоу? Потому что на ток-шоу это важно как нигде в других местах. Потому что с одной стороны у тебя стоят агрессивные люди, с другой стороны агрессивные люди, и тебе необходимо все-таки руководить процессом. И вот эти жесты, они как раз и помогут людей немножечко остепенить. Ну, здесь все понятно, мне кажется, так очевидно, и вы уже стали такими спецами в жестикуляции. И давайте мы сейчас посмотрим одно небольшое видео. Это фрагмент сериала, который называется «Как я стал русским». Кто-нибудь смотрел? Он год назад, по-моему, или два года назад выходил. И такая комедийная история. Значит, сразу небольшая предыстория, небольшое вступление. Значит, девушка, которую мы сейчас увидим, она является главным редактором огромного холдинга. Если вы помните книгу и фильм «Дьявол носит Прада», кто-нибудь смотрел? Вот, конечно. Вот это примерно она, примерно такая же. Она возглавляет модное издание, и она вся из себя такая немножко стервозная, такая жесткая. Но там у нее начинается любовная история, но это не так важно нам сейчас. Она выходит на презентацию. И вот она выходит презентовать там новую тему, новый продукт. Напоминаю, что она женщина строгая, решительная и такая вот немножко стервозная. Я предлагаю вам сейчас посмотреть этот фрагмент и внимательно смотрите на ее жесты, и потом мы обсудим. Итак, внимание на экран. Добро пожаловать на ежегодную презентацию «Американ Гост». По данным агентства ТНС, наша газета увеличила свою целевую аудиторию на 16%. Именно это направление наше издательство считает самым трендовым. А сейчас внимание на экран. Со следующего выпуска в нашем издании появится новая рубрика, которая будет называться «Дневник американцев». Ее будет вести американский журналист Алекс Филсон, который приехал к нам... Смотрите, значит, вы теперь знаете, что когда мы общаемся с людьми, когда мы расслаблены, то мы передаем картинки. И чтобы передать картинку, в том числе мы используем жесты и как-то что-то показываем. Теперь давайте посмотрим... Вот мы посмотрели сейчас, давайте обсудим, что мы здесь увидели. Были ли жесты адекватны той информации, которую она выдавала? Да. Был жест, когда она говорила, мы выбрали новое направление, а мы показали пальцем. А вот не совсем. Не совсем. Еще кто-то что-то заметил? Она когда-то... Вот так сделала? Да. Так, еще что? Она вот так расширяется. А мы это расширяем. И пальцем она не указывает, а наоборот затыкает. Она очень судорожно и экспрессивно. Она очень судорожно и экспрессивно. И скована. Отлично. Так, а вы что-то хотели добавить? Вот так она. Вот так сделала. Теперь давайте посмотрим повнимательнее, что же там было. Ну, во-первых, вот этот вот... Начнем вот с такого жеста. Вот он. Это жест был, когда она говорила, внимание на экран. Если я хочу привлечь внимание к экрану, то, наверное, я сделаю вот так. А не вот так. Когда, ребят, внимание на экран, а я тут что-то вот вам буду... Ну, так не может быть. Особенно, когда человек уверен в себе. То есть здесь получается сразу такое разночтение. С одной стороны, есть какие-то намерения, о которых она говорит, а с другой стороны, есть жесты, которые показывают, о чем она реально думает. Так, следующий жест. Вот такой жест там два раза повторялся. Во-первых, в начале. Когда она говорит, добро пожаловать на презентацию American Post. Если я говорю, добро пожаловать, и реально думаю, что людям должно быть у меня приятно, то, наверное, я откроюсь и скажу, добро пожаловать на нашу презентацию American Post. Но я никогда не буду делать так. Добро пожаловать на презентацию American Post. То, что было здесь. И еще был один момент, когда она говорила, что мы увеличили продажи. Вот как бы вы показали? У нас огромные продажи. Конечно, мы бы сделали так. У нас огромные продажи. А здесь жест был очень такой скупой. У нас огромные продажи. И непонятно, действительно огромные продажи или не огромные. И еще один жест, который там был. Вот как раз то, о чем сказали пальцем. Вот смотрите. Ну, ладно, там мы опускаем, потому что пальцем может быть не очень прилично показывать. Ну, ладно. Палец пошел в ход, когда речь шла о тренде. Да, она говорит, это тренд. И понятно, что редактор, этот персонаж, хочет сделать на этом акцент. А вот теперь, если вы внимательно посмотрите на это. Значит, если я хочу сделать акцент, то я хочу, чтобы мой жест был уверенным, сильным, потому что это важный элемент моего выступления. И тогда я, возможно, немножко иначе сделаю. А она посмотрит, что делает. Во-первых, она стоит вот здесь вот примерно, да, экран там. Здесь сидят зрители. И получается как? Вот если вы посмотрите на направление пальца, она делает так. И это тренд. И возникает вопрос, подожди, кому ты рассказываешь об этом? Какие акценты ты делаешь? Это первый элемент. То есть она, получается, не вступает в контакт со зрителями, которые сидят перед ней. Плюс еще, если я хочу сделать акцент и показать какую-то силу, мощь, тогда я, наверное, сделаю жест, может быть, как один из вариантов. То, что, помните, делал Высоцкий в «Место встречи изменить нельзя». Он делал так, я сказал. Вот у него все время там, если будете смотреть, он всегда, я сказал так. Да, если бы она сделала так, вопросов нет. Это тренд. И мы, боже мой. Вот видите, вы среагировали, потому что уже жест, вот эта точка, которую я ставлю, она уже дает сигнал моему телу, моей психике, а как надо себя вести. Поэтому это тренд. Проходите. Правда, места уже почти нет. Да. Так что, друзья, теперь Вы знаете, что нужно делать, когда Вы работаете в кадре или выходите выступать. Плюс еще, Вы можете использовать предметы, которые есть вокруг Вас. Ну вот, например, Ксения Собчак здесь одной рукой облокотилась на тумбочку, другую положила в карман, канал MTV может себе позволить. Александр Гордон, видите, тоже использует. Потому что он осваивает пространство. Удобнее всего, конечно, было писателю Сергею Минаеву, у которого на программе всегда стояли вот эти вот трибунки, да, и он все время за них цеплялся. И когда у тебя одна рука чем-то занята, то второй ты можешь уже что-то показывать, жестикулировать и так далее. Ну и плюс еще можно схватиться вообще двумя руками и за ней вот так стоять. И если вдруг к тебе приходит какой-то страшный спикер, которого ты боишься, то за тумбочкой можно спрятаться. Ну и плюс, естественно, вот как вы сказали, действительно очень хорошо использовать предметы. Многие почему-то этого стесняются, говорят, слушайте, ну что я там с бумажкой буду выходить, что я не знаю. Бумажка нужна не столько для того, чтобы подсматривать туда, бумажки нужны еще для того, чтобы занять одну руку. Если одна рука у вас занята, второй рукой проще жестикулировать. И этого абсолютно не стесняются телеведущие. Пожалуйста, в руках планшета и всем комфортно. А второй рукой можно уже работать. Здесь, правда, Андрей Малахов так уж совсем прикрывается, да, и это так настораживает. Но у него, извините, очень эмоциональные программы. Он не может так быть открытым все время. Ну и вот вспомним еще два момента. Начнем вот с новостей. Ирата Зиналова, когда работала на Первом канале, вот нас всегда очень часто спрашивают. Скажите, ребят, что вы там все время пишете в новостях? Что вы там редактируете? Все же знают, что вы читаете суфлера. Все знают, что у вас там где-то стоит компьютер, где вы все редактируете. Что у вас за бумажки? Так вот, дело в том, что бумажки нам нужны для того, чтобы выглядеть живым в кадре. Для того, чтобы я садился и не просто сидел, как сфинкс, а что все-таки я готовлюсь. Вот последние новости, у меня последняя редактура, подлетает камера, я говорю, здравствуйте, вот только оторвался от новостей, сейчас вот вперед. Плюс еще, обратите внимание, что у нее одна рука занята, там ручка, а вторая свободна, можно уже как-то жестикулировать. Другое дело, что она человек экспрессивный и было очень смешно, как она двумя руками хватала ручку, вот так вот начинала трясти. Это, конечно, было так уже опасно. Вот почему я еще здесь Тину Канделаки привел в пример. Это интервью, когда она пришла на программу «Познер». И если вы помните, это был момент, когда друзья Тины Канделаки пошли на Болотную площадь, а Тина Канделаки сказала, а я лучше буду с правительством. И вот все тогда разругались, все переругались. И вот она идет к «Познеру», и она понимает, что сейчас Владимир Владимирович будет задавать ей какие-то очень неприятные вопросы. Она надела, видите, какое роскошное платье, да, но это не сработало. Но она сделала еще одну важную вещь. Она, мне кажется, единственной из гостей, кто пришел с ручкой и с бумажкой. И когда «Познер» ей задавал вопрос, она записывала. Для чего? Она заняла свои руки для того, чтобы они там не тряслись, ничего, типа «я при деле». Да, и записывала. Заодно она еще рвет визуальный контакт, чтобы ведущий ее там сильно психологически не давил. Так что вот этот вот элемент, когда мы рукам даем работу, либо конкретную работу, что-то пишем, либо там держим в руках, и еще мы даем работу, когда мы иллюстрируем что-то, вот это два важных элемента для того, чтобы сделать нашу жестикуляцию более уверенной. Ну и дальше мы можем пойти. У нас времени уже не так много. Осталось еще один такой важный элемент, который бы я хотел вам показать, которым может пользоваться абсолютно любой. Вот часто в книжках по ораторскому мастерству пишут «Главное, чтобы речь не была монотонной». «Главное, чтобы речь не была монотонной». И, к сожалению, не всегда объясняется, как это. Ну да, где-то напишут «меняйте тон, меняйте скорость», но как это делать, как это воздействует, совершенно непонятно. Например, ведущие новостей, темпы ритм, изменения темпа ритма, очень хорошо используют, когда переходят, например, с одной новости на другую. Для чего это делается? Для того, чтобы дать аудитории возможность понять, где закончилась одна новость и где началась другая. Кстати, обратите внимание на мои жесты. Я передаю вам картинки, я визуализирую, я говорю, одна новость, другая, и вам я передаю картинки. Последние 40 минут. Так вот, что же делать с темпы ритмом, как это делают в новостях? А в новостях это делают следующим образом. Например, одну новость заканчивают замедляя, а другую новость начинают в другом совершенно темпо-ритме, намного быстрее. И наверняка вы это слышали, сейчас я вас произведу, и вы скажете, да, точно, все они за раз так и делают. Итак, выглядит это так. Заканчивается новость, и говорят, там вот там были-то такие-то события, там то-се, пятое-десятое, и мы будем следить за развитием событий. С другим московским новостям теперь мы поговорим о том-то, том-то, том-то. Понимаете, да? Самое главное, что аудитория сразу понимает, одна тема закончилась, другая тема началась. И плюс еще, это помогает удерживать внимание вот в каком плане. Вы же знаете четыре вещи, на которые человек может смотреть бесконечно. Что это? Огонь, вода. Огонь, вода. Как другой работает, а четвертая? Как горит банкомат. Как горит банкомат. Сколько оптимизма. А четвертое, это телевизор, по которому ничего не идет. Мы с... Смотрите, рассказываю. Сейчас вы скажете, что это правда. Вы садитесь на диван, включаете. Нет ничего. Не, ну скукота. О, три часа прошло, пора спать. Вот как это происходит. Потому что ничего не... Потому что ничего нет, и вы все время переключаете. И ваше внимание все время переключается. Тут кто-то играет в баскетбол, пять секунд посмотрели. Тут кусок какого-то фильма, а тут Джеки Чан с кем-то дерется, но уже закончилось. А здесь новости, что там у них происходит, ничего интересного. А здесь какой-то новый клепнюши. А здесь там еще что-то и так далее. И мы так можем провести весь вечер. И наши вот эти вот изменения темпа, ритма помогают удерживать внимание, потому что мы так переключаем внимание нашей аудитории. И давайте еще один инструмент. Кто мне может помочь? Давайте. Мы сразу уже попробуем попрактиковаться. Чего уж там. Итак, это стихи. Вам спасибо, что вышли. Вас как зовут? Ника. Отлично. Давайте, Ника, я вам сразу микрофон дам. Раз-раз. Работает отлично. Так, пробегитесь глазами. Возможно, вы знаете этот текст. Это Пушкин, медный всадник. Как говорится, ничто не предвещало беды. Да, Ника, пришла послушать, а тут на тебе медный всадник, да еще и Пушкин. Значит, текст написан, но там написано еще задание, а как этот текст читать. Где-то быстрее, где-то медленнее, где-то с паузами, где-то замедляя, где-то убыстряя. И вот сейчас, Ника, я вас попрошу, чтобы вы читали этот текст без эмоций. Абсолютно без эмоций. Только меняя темпа, ритм. Там, где стоит после слова восклицательный знак, это пауза. Да, это понятно. Самое главное, повторюсь, без эмоций. Потому что нам всегда кажется, если мы читаем Пушкин, это что-то вот такое должно быть немножечко. Да, да, и на носочек. Про носочки отдельно расскажу. А, я, собственно говоря, уже на ней рассказал. Да, потому что мы стоим на носочке, но мы себя балансируем. И брови, они тоже расслабляются. Поэтому давайте сбалансировались и читаем, вот как написано. Ужасный день. Поближе микрофон только, пожалуйста. Ужасный день. Не вовсе ночь рвалась к морю против бури. Не одолев их буйной дури. И спорит, стала ей не в мочь. Конечно, все прямо сходу. Главное, выполняйте задание, которое там написано. Можете сейчас облокотить? Облокотите. Так, так, так. Давайте я вам подержу тогда. Ой, спасибо большое. Давно мечтал поработать пюпитром. Давайте тогда прям по центру встанем. Давайте вот с этой стороны. И свет, и микрофон. Вот так. Комфортно? Да. Спасибо большое. А если вы еще, извините, в воображении будете представлять, как это все выглядит и жестикулировать, вообще будет замечательно. Да, микрофон поближе. Ужасный день. Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури, и спорит, стала ей не в мочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуя с брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива и затопляла острова. И убостряясь. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом, как очи и клубясь. И вдруг, как зверь остервеняясь, на город кинулась пред нею. Все побежало, все вокруг, вдруг опустело воду. Вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы. И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Осада, приступ, злые волны, как воры лезут в окна челны. С разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой, обломки хижин, бревна кровли, товар запасливой торговли. Пожидки бледной нищеты, грозой снесенные мосты. Гроба с размытого кладбища выгуд по улицам. Народ сбрит Божий гнев и казни ждет. Спасибо. Ваши аплодисменты. Проходите. Проходите. Спасибо. Я рекомендую вам брать любые стихи, любые тексты, размечать для себя, что-то читать быстрее, что-то читать медленнее. Причем так прямо наобум. И тогда, вот то, что Ника сейчас нам показала, и в итоге мы, когда это будем делать каждый день, пробовать, то мы будем менять темпо, ритм, и это будет привлекать внимание аудитории. Почему? Потому что мы тогда делимся картинками, мы тогда эмоционально включаем аудиторию. Примерно так это будет. Ужасный день. Нева всю ночь рвалася к морю против бури, не одолев их буйной дури, и спорить стала ей не в мочи. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод, но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла кневна бурлива и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, как лом клокочей клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась. Прид нею все побежало, все вокруг вдруг опустело, воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Осада, приступ злые волны, как воры лезут в окна челны, с разбега стекла бьют кормой, лотки под мокрой пеленой, обломки хижин, бревны, кровли, товар запасливой торговли, пожидкие бледные нищеты, грозой снесенные мосты, гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит божий гнев и казни ждет. Спасибо. Я постарался эмоции сдерживать, хотя трудно, но вы видите, что просто меняя темпа, ритм, где-то убыстряясь, где-то замедляясь, нам становится уже проще эмоционально включить аудиторию. Почему? Потому что в этом случае спектакль весь, все действия, все эмоции, все происходит в головах и в сердцах аудитории, а не у актера. И если вот говорить там, часто говорят, да, Пушкин наше все. Пушкин, вот ко мне приходят на интервью люди, я говорю, давайте честно, вот почему Пушкин наше все? И говорят, ну как, это же гений. Я говорю, в чем гений? Ну как, ну это гений. И вот начинается, я думаю, ладно, бесполезно говорить, потому что все знают, что он гений, а почему, никто не понимает. Так вот, этот фрагмент как раз показывает, в том числе, в чем гений Пушкина. Например, когда он говорит о том, что, ребята, вот здесь надо читать быстрее, он просто начинает рвать фразы. И он говорит, осада, ставит восклицательный знак, приступ, восклицательный знак, потом он сдвигает строчку и говорит злые челны, и начинает другую строчку и так далее. То есть он уже словами помогает нам и подсказывает, где надо менять темпы ритм, а где надо держать паузу. И в этом как раз и есть, в том числе, гений Пушкин. Знаете же, да, вот это вот, британские ученые. Вот это вообще. Все сразу говорят, британские ученые. Но там есть у них несколько здравых идей. Например, британские ученые как-то решили понять, а почему же, а почему же Агату Кристи мы читаем уже на протяжении такого большого количества времени. Они почитали внимательно, изучили текст, и вдруг они поняли, что когда Агата Кристи начинает повествование, у нее там фразы такие длинные, когда она нас как бы вводит в курс дела. А чем ближе к концу, тем фразы становятся короче, потому что динамичнее уже становится сюжет. И мы уже разгоняемся, разгоняемся, и уже ждем, когда же, кто же там убийца. Да, и если нам наш кто-нибудь из родственников не скажет, что убийца дворецкий, мы с радостью дочитаем. Так, я так периодически смотрю на время. Итак, друзья, что же мы сегодня узнали? Мы узнали о трех прекрасных инструментах, которые, как вы видите, вы можете использовать уже сегодня вечером. Независимо от того, вы видеоблогер, снимаете себя на телефон, вы телеведущий, стоите в кадре, вы спикер, который выходит с презентации, вы актер, неважно. Вот вам несколько инструментов, которые вы можете использовать, чтобы эмоционально включать аудиторию, а самому не выглядеть при этом глупо. Первый инструмент – это какой? Жестикуляция. А что мы с ней делаем? Показываем что? Перечисляем. Показываем все. Совершенно верно. Мы используем жесты иллюстраторы и жесты коммуникаторы. Второе что? Веером. Веером. На самом деле это первое. Совершенно верно. Мы балансируемся, и когда выходим, чувствуем, что нас как-то начинает, взлетать, мы вспоминаем, что здесь, и плюс еще мы проверяем, а наши стопы-то стоят на земле, чувствуем мы их или же нет. Хорошо. Это второй элемент. Третий? Менять скорость. Менять скорость. Конечно. Темпо-ритм. Темпо-ритм – это наше все. Потому что мы, когда меняем темпо-ритм, мы удерживаем внимание аудитории. И плюс еще можно сюда добавить, мы можем, когда иллюстрируем что-то, можем показывать, а можем не показывать, а вставать на это место, если у нас большая аудитория. Например, я могу сказать, что вчера мы не знали об актерских техниках, сегодня мы их изучили, ну а завтра мы будем их использовать. Это уже если вы не в кадре, а выходите на сцену. И если мы все это сложим, все, о чем мы сегодня говорили, то мы можем попробовать сделать такую штуку. Вот когда мы выступаем, мы говорим, друзья, сегодня мы узнали много интересного, полезного, мы узнали что-то о темпо-ритме, мы узнали о том, как балансировать свое тело, и мы узнали о том, как жестикулировать. И когда в следующий раз я увижу вас на экране, я увижу вас на сцене, как спикеров, или увижу на ютубе, как видеоблогеров, я всех запомнил, я буду смотреть, а все ли инструменты вы усвоили, а все ли вы делаете, как мы обсуждали сегодня на мастер-классе. И вот сейчас я замедляюсь, как будто подхожу к чему-то важному, немножечко придавливаю, и готовлюсь к изменению темпа ритма и голосового резонатора. Друзья мои, до встречи, спасибо, пока! Вот такие нехитрые инструменты. Рад ответить на вопросы, у нас есть три минуты буквально. Потом сможем вопросы какие-то обсудить уже вне стен этого зала. Итак, да. А если все то же самое, но сидя работаешь? Очень хорошая. Вас как зовут? Извините. Наталья. Наталья. Наталья, вы прямо как с языка сняли эту тему, думал ее обойти, не получилось. Смотрите. Когда мы работаем сидя, работает все абсолютно то же самое. Просто у нас более скупые жесты. Например, когда я сижу за столом, если новости, у меня есть возможность чуть-чуть показывать руками. Когда я говорю, что вот это у нас такая-то история, это такая-то, это такая-то. Подождите, я руками же говорю. Тело мне и не нужно. У меня вот все, что выше. А чакры нижние. А, вы вот про что. Слушайте, это, смотрите, это работает и когда вы сидите. Когда вы садитесь, вы можете затыкаться, вы можете вот так сидеть, а можете сесть. Сейчас давайте я попробую изобразить. Когда мы садимся, нам ничто не мешает отсюда работать. Понимаете? Ничто не мешает. И если говорить про жесты, нам самое важное понимать, что мы представляем, что мы делаем, о чем мы рассказываем. И, например, ведущие новостей очень часто жесты отрабатывают вообще одной головой. Когда у нас крупный кадр, крупный план, мы не можем там размахивать руками и говорить, друзья, вот это одна новость, а сейчас будет вторая. Но это нереально. У нас всего лишь кадр. И тогда мы отрабатываем лишь одной головой. Мы стоим и говорим, друзья мои, это была одна информация, ну а теперь к другим новостям. И вот одно микродвижение, но на крупном плане оно большое, вот этого вполне достаточно. Но суть остается той же. Мы всегда передаем картинки, мы всегда делимся своим опытом, а не запоминаем текст. И сразу это, правда, не входит в рамки этого мастер-класса, но просто вам, как информация для размышления. Вот я не раз уже говорил о том, что мы делимся опытом, мы должны передавать какие-то картинки, эмоции аудитории. А как же это делать, если мы прописываем, например, свое выступление дословно и прописываем текст? Получается, что мы прописываем текст, даже конспектом, и у нас в голове не картинки, а у нас текст, у нас слова, и мы привязаны к словам. А вот в этом случае конспект мы можем не словами прописывать, а зарисовывать пиктограммами или иконками. И тогда у вас не будет привязки к словам, у вас будет привязка к образам. И это уже немножко другое. Прошу еще, готов ответить на вопрос? Да. Здравствуйте, Елена. Скажите, а вообще всегда нужно прописывать текст по выступлениям? Вы спрашиваете именно про выступление. Нет. Не надо вообще никогда прописывать, лучше прописывать конспектом. Ну, план некий. Потому что иначе вы будете цепляться к словам, и однажды я видел страшную историю, которая до сих пор в моем сердце, когда одна девушка открывала выставку. И вот она такая красивая, нарядная, все у нее хорошо. Я пришел пораньше и видел, как она учила текст. Она долго-долго учила, 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 учила. А потом она выходит и говорит, добрый вечер. И все. И хорошо была позитивная публика. И все как-то так, ну, 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 что-то стояли и ждали, когда она вспомнит текст. Если бы она не учила текст, а запомнила по сути, что она хочет сказать, какие важные точки, этого и по проблемам не было. Она просто сказала бы это другими словами. Или, как вариант, мы берем бумажку, в этом тоже ничего такого нет. Да? Подсказку. Какие еще есть вопросы? Отлично. Тогда, если еще что-то есть, я смогу ответить уже в медиатеке. Друзья мои, было очень приятно начать это субботнее утро с вами. Надеюсь, что инструменты были очень полезные и вы их теперь будете использовать ежедневно в своей работе. Либо в кадре, либо когда записываете ролик для YouTube, либо когда выступаете, либо когда общаетесь со своими близкими. Спасибо большое. Ну и до новых встреч. Друзья, у нас пяти минут...